Привет, друзья! Сегодня послушайте рассказ Бориса Аверина о романе Набокова «Лолитвы». Как ни странно, есть способность человека проникать в чужую душу и становиться другим, оставаясь при этом самим собой. На самом деле проблема и в романе пишется, потому что это было всегда, особенно в древности. Все эти девочки, 12 лет, да кроме того, в исламе 12-13 лет можно уже все делать, чего хочется. А это всегда было, и никуда не денешься, и 5% населения такового. Но он-то себя считает больным. Это у него мания. И главная его проблема – это о том, чтобы она, та, его будущая избранница, ничего не узнала. Чтобы она этого не знала, чтобы сделать вот то самое, что он хочет, но так, чтобы она этого не знала. Ну и в результате что? В результате мы помним, он там ее снотворным накормил, он снотворным плохой оказался. А Лолита уже, оказывается, давно с мальчиками спала. Так что ничего он там не соблазнил. Но тем не менее он считает себя виновным. Вот проблема рая. В раю не было нравственных проблем. Там только одно просили, что вот плоды с древа жизни и с древа познания. С древа жизни ешь, а с древа познания не надо. Не занимайся общими идеями. Вот занимайся лучше вот там. А общими идеями не надо. Это бог с ним. Но в раю не было нравственности. А когда мы сняли древа познания, мы разделили мир на добро и зло, и вдруг возникло понятие греха, которого не было в раю. И вот это понятие греха и чудовищно нас мочит. И его тоже мочит. Он лечится у него. Он ничего не помогает. И вылечился он. Не вылечился, как он. Когда он встретился с Валитой беременной, она уже не нимфетка, она уже беременна. А он ее любит точно так же, как он ее любил, нимфетка. Хотя до этого точно знал, что вот есть возраст, пределы которого, вот все дальше неинтересно. Вот оказывается, что он заблуждался. А сам он все время думает о том, что вот есть вот эти дьявольские глубины, в которых он погружается, а над ними райское небо. Или наоборот, райское небо – это то, что он любит Валитию. А над ними – это дьявольская глубина. Вот это и есть то, что произошло после изгнания из рая. Мы узнали, что такое грех, что такое добро, что такое зло. И посчитали, что это и есть наше высшее достижение. Георгий, между прочим, говорит, что змей был прав. Вот благодаря змею, которая посоветовала нам есть древо, мы разделили добро и зло. А так возникла свобода. Свобода выбора между добром и злом. Нравственный человек выбирает. Вы знаете, этот выбор – это напоминает мне выбор в супермаркете колбасы. Шестьсот сортов. Я знаю, что в той верховой гадость. Но это уже насилие. Вот этот выбор, он чаще всего не работает. Хотя мы не стоим на точке зрения, что не надо выбирать. Выбирай. Но этот процесс совсем не тот. Совсем не тот. И подчиняется он другим законам. Поэтому не зря 19-е и 20-е век идет под знаком того, что выразил Нюнгл. Вот эти архетипы. Это не очень хороший свобода. Но есть некое знание бессознательное, которое мы живем сознанием на 2%. Все остальное – это бессознательное. Но бессознание, которое уходит в ту самую глубину, когда все это имело смысл. Ну, еще черная кошка перебежала. Ну, что это такое? Ну, мир забит суевериями. А больше всего суевериями русскими. Последнее, чего скажу про национальный характер. Мы тут начали оттуда водить смысл. Дело в том, что это про Набокова. Это очень важный момент. Биографию этого никто не отмечает, между прочим. Никто из исследователей. Так вот, Набоков крутится в Берлине. Боже, что мод. И статьи пишут, и стихи публикуют. И, главное, уроки дает французского, английского. Едет на трамвае туда-сюда, чтобы заработать. А потом влюбляется в свету зиверт. А родители у него хорошие. Такие, настоящие, радостные, подгодушные евреи. И они говорят, вы нам нравитесь, вы хороший молодой человек. Но ведь все-таки вам 23 года. У вас нет заработной платы. Вы нигде не работаете. У вас нет жалования. Давайте я помогу вам и вашему брату. Я вас устрою в бар. Где вы будете не очень заняты, будете получать много денег. Набоков три дня отработал, а брат Константин недель. Весь вопрос, почему они бросили. Я понимаю, что если бы они были бы на службу ходить, занятия скучные. Ну, ведь они же так деньги зарабатывают страну. А вот этот ответ-то и есть очень сложный. Потому что, что значит, например, банком хорош в теме. Что значит работать в банке? Это с помощью чего-то делать большее количество денег. А ведь это, как у Маркса, товар. Увлечение количеством денег, это не работа. И это не может удовлетворить ничего на то. Только очень жадного человека. Ну, или там, который собирается накопить на крейсере, чтобы себе сделать его. Вот не могут они это работать. И вот эта особенность очень странная. Потому что, ну, как мы выкручиваемся? Мы выкручиваемся тем, что у нас есть как бы две-три профессии. Одно ему деньги зарабатываем, нарубаем книжки, читаем. Третье ему еще что-то делаем. Мы что-то делаем. Помимо необходимости зарабатывать деньги. А вообще зарабатывать деньги просто ничем неинтересно. Вот огород скопал, картошку положил. Вот и дело. Гайку закрутил, сам техник. Вот, молодец, закрутил. А чего делает чиновник? А ничего. Он бумажку пишет. И вот, когда я это рассказал в Инстердаме, в этой православной общине, подходит ко мне женщина и говорит, вот это меня поразило. Она говорит, что я в Москве окончила, она русская, в Москве окончила институт химической промышленности. Потом уехала в Лондон, вышла замуж за голландцев, уехала в Лондон и окончила там экономический университет, допустим. Не знаю точное название. Потом в фирме голландской она получила пост аналитика, консультанта. Она мне говорит, я две недели назад уволилась, не могу. Вот это и есть та самая странность, по которой Набоков не может служить в банке. Ну что делает аналитика? Ну правильно, мы до этого не знали, что такое менеджерство. Теперь мы знаем, надо правильно поставить бутылки что-то вниз, что-то посередине, что-то наверх. Нужно сочинить гениальную идею, сделать магазин-склад. Да? Это здорово. То есть раньше брали со склада, привозили, а теперь и загдали. И у этих менеджеров много чего есть для того, чтобы сучить мне ненужный товар. И на этой поприще они достигли невероятных высот. Только неинтересно все это. И вот эта женщина говорит, все, ушла. Не могу. Я говорю, ну а что же это будет? А что это? Говорит, машина есть, дом есть. Что-нибудь придумаем. Вот это сильный номер. И это, на мой взгляд, и есть какое-то отношение к национальному характеру. Потому у нас все так и плохо. Да?